Символ доблести и мужества. По традиции работники мэрии Карачаевска на северо-западной стороне города на скале водрузили Знамя Победы. Данная акция была организована в честь 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. В патриотическом мероприятии принял участие наш корреспондент Альхан Лепшоков. Над местом слияния рек Кубани-Тиберда каждый год активисты преддверия Дня Победы устанавливают Знамя Победы. И вот наша съемочная группа вместе с работниками мэрии поднимаются на высокую скалу к 15-метровому флагштоку. Сейчас на высоте развивается российский флаг. Участники акции сняли российский триколор и под песню День Победы установили Алое Знамя. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Заместитель мэра Карачаевска Азрет Караев подчеркнул важность проведения патриотического мероприятия. Акцию уже делаем не первый год. В канун 9 мая мы водружаем на высшей точке города Карачаевска флаг Победы. Саму акцию переоценить невозможно. Это патриотическое воспитание возрастающего поколения. Отдаем дань памяти воинам, которые погибли, освобождая не только нашу страну, но и всю Европу от фашизма. Поэтому все с радостью принимаем участие. А начальник отдела культуры Карачаевска Шамин Хуби вместе с фольклорным ансамблем «Алибек» исполнил несколько военно-патриотических песен. Здесь над городом мы решили исполнить песни времен Великой Отечественной войны. Это песня «День Победы» и песня о Красной Армии. Тем самым мы хотим, чтобы ветераны наши видели, что те идеалы, за что они воевали, а ту победу, которую они отстояли, именно мы ее передадим следующим поколениям. И память о подвиге нашего народа никогда не угаснет в наших сердцах. Знамя Победы является символом доблести и мужества. И, как отмечают организаторы, эта акция проводится для того, чтобы почтить память тех, кто ценой собственной жизни подарил нам этот День Победы. Алина Ханепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.